До последнего мало кто верил, что одни из самых ярких представителей альтернативной музыки группа Лимбискет приедут в Сибирь. И мало кто ожидал, что неоднократные номинанты на Грэмми и победители различных номинаций MTV в жизни окажутся без звездных замашек. Автографы и фотосессии начались прямо с аэропорта и продолжались сутки. Я расписывался на весле от лодки, на животе беременной женщины, да и на гениталиях мужских. Но это не очень хорошо. Тут сравнение американцев с российскими звездами явно не в нашу пользу. Свежий пример. Елена Ваенга морочит голову местным журналистам. То дам интервью, то не дам. А ребята из Лимбиски точно как маленькие печенюшки. Запросто общаются с десятками фанатов. После концерта вместе с поклонниками гитарист Уэс Борланд отправился в бар-лофт. Это уже отдых, а не работа. А басист Сэм Риверс и барабанщик Джон Отто поехали в гараж, чтобы сыграть с красноярскими музыкантами. Мы поиграли с Джоном, с барабанщиком Лимбискет. Это тоже была полная импровизация, то есть джем. И было очень круто с ним играть, несмотря на его состояние после перелетов, концертов и всего прочего. Он выдавал такие штуки, что мы просто вот так вот с открытыми глазами на это все смотрели. В соцсетях эта новость стала одной из главных тем вечера. Ребята из Лимбискет молодцы, не брезгуют. Сыграли у кого-то на реп-базе, в каком-то гараже в Красноярске. А, обладатели Грэмми и в гараже зависают. А еще впереди полмесяца тура по России. Конечно, тот опыт пребывания для нас уникален. Сейчас мы находимся так далеко в России и Сибири, мы никогда так далеко не ездили. Тур по Сибири у музыкантов только начался. Они уже вдохнули в себя колорит русской души. Гитарист Уэст Борланд в соцсетях выкладывает фото с собой. Посмотрите. Похоже, в России он чувствует себя своим парнем. Продолжение следует...